Доброе утро, я Дмитрий Складцов, директор по развитию предпосылки. Такие общие слова. Я думаю, что вы уже понимаете, чем мы занимаемся, то есть есть некое разделение процессов управления ТАИР, наш персонал, финансы, то есть именно менеджмент. Именно управление ТАИР требует определенных навыков, не просто знать, как устроено оборудование, уметь его ремонтировать, а требуются какие-то специфические навыки по организации работы. Сюда же там идут и навыки использования или внедрения или подготовки к внедрению информационных систем управления ремонтами, тоже менеджмент. Поэтому такие специфические знания нужно как-то подтягивать. Но при этом, когда спрашиваешь о руководителе, в первую очередь, на больших предприятиях, какие проблемы в области ремонта, очень часто люди зацикливаются на финансовых проблемах, то есть нет денег, на том, что нет запчастей, не хватает людей, то есть какие-то очень примитивные, банальные проблемы, не связанные с управлением. Поэтому мы рассчитываем на то, что наша помощь как консультантов внешних, она помогает осознать руководство и внедрить правильные процессы, не просто ремонт, а именно процесс организации. То есть консультанты в данном случае такие внешние люди, которые помогают руководителям, специалистам быстрее реализовывать те самые передовые процессы управления ТАИР. Поэтому, да, собственно, мы с 2004 года у нас проект, кто не знает, то есть мы были сначала сайтом, потом стали компанией, потом стали сайт-компанией-журнал, то есть сейчас много направлений, о которых мы, собственно, поговорим. Ну и сегодня акцент на том, что у нас есть возможность проходить дополнительную подготовку, у нас есть свои курсы, которые позволяют подтянуть какие-то базовые знания, соответственно, независимо от того предприятия, на котором вы работаете. Опять-таки, в чем наша идея, поскольку проекты бывают разные, мы про них поговорим. Не всегда проекты есть, скажем так, поддержать специалистов в статье нашей компании, ну, как бы не очень эффективно. Поэтому у нас такая идея, это собирать некое сообщество людей, которые занимаются этими темами, вопросами организации. Ну и, соответственно, из тех специалистов, которые прошли такие стажировку, подготовку, возможно, реализовывать какие-то отдельные проекты, когда эти проекты стартуют. Ну, у айтишников есть такая мода, да, то есть так называемые фрилансеры, которые собираются на какие-то большие задачи, потом расходятся каждый по своим местам. Ну, опять-таки, да, в настоящее время у нас есть идея, есть на следующий год большие планы как раз такого рода специалистов, из которых мы и хотим построить такой кадровый регион. Все это называется у нас сообщество «Отросветаир», то есть отдельные компании, люди, которые представляют эту так называемую «Отросветаир». Ну, на наш взгляд, это такие предприятия, как промышленные предприятия, понятно, да, что это отдел главных специалистов, то есть есть механики, энергетики, сприбористы, отдел промежзапасности. На каждом предприятии есть, как правило, свое IT-подразделение, соответственно, которое занимается, в том числе, внедрением системы правильной ремонтами. Второе направление, да, которое, ну, естественно, связано с ремонтами, это ремонтные сервисные предприятия, которые непосредственно ремонтируют оборудование. Тоже мы считаем, что они кандидаты на представителей этой отрасли. Очень важно и очень часто забывают о том, что есть техническая диагностика, соответственно, есть большое количество предприятий и разработчиков, и продавцов, и внедренцев решений по технической диагностике. То есть без этого наша отрасль, она неполноценна, да. Отдельно мы выделяем поставщики ремонтных технологий и материалов, то есть те, которые там инструменты продают, да, какие-то уникальные материалы. Следующие, опять-таки, яркие представители нашей отрасли, без них никуда, это разработчики и поставщики интегратора системы Асутаир. Я думаю, что вы слышали, знаете, кто-то работает, что у нас как бы принято автоматизировать процесс управления ремонтами. Соответственно, от уровня этих решений зависит, собственно, эффективность наших процессов Асутаир. Как ни странно, есть разработчики стандартов. Опять-таки, чтобы какие-то новые наработки внедрить в производство, необходимо делать регламенты, положения, должностные инструкции. То есть целая история такой бюрократической документации. И компании, которые разрабатывают эти стандарты и их там сетифицируют, они тоже есть. Важный момент, у нас будет сегодня целый рассказ про это направление, это разработчики данных. Я думаю, что вы знаете, кто такие сметчики, то есть компании, люди, которые занимаются расценкой работ на ремонт, и от их квалификации зависит, сколько подрядчик получит денег за ремонт. Ну или, соответственно, сколько исполнитель сэкономит, изменив смету. Консалтинговая компания, как раз мы, одна из таких компаний, которая занимается вообще поддержкой процесса старин. Медиа, ресурсы, журналы, сайты, как ни странно, тут на рынке есть несколько интересных таких журналов, которые до сих пор выпускаются, посвященных им на ремонт. Образовательные учреждения, профессиональные сообщества. Какие форматы, да, то есть поскольку мы говорим о сообществах, мы пытаемся объединить людей и вот этих компаний, организаций, которые я перечислил, в свое такое сообщество. В этом году мы возобновляем наш онлайн-формат такого сообщества. Это конференция в ноябре пройдет очный, ну очный, не заочный, да, то есть гибридный такой формат. Там можно поучаствовать либо как слушатель, либо как докладчик, соответственно, понять, что происходит в мире проектов ТАИР. Опять-таки, как можно поучаствовать в нашем сообществе? Вот каждый месяц мы проводим тематические вебинары бесплатные, соответственно, можно там поучаствовать или даже выступить. Чуть дальше мы расскажем о нашем новом формате, это диспункционное обучение, то есть онлайн-платформа, которая позволяет учиться и днями, и ночами, и зимой, и летом. Опять-таки, если мы наберем достаточное количество участников, мы планируем проводить опросы, то есть не хватает людям некой аналитики, да, то есть как раз если мы объединимся, то мы сможем проводить такие опросы и, собственно, более четко формулировать свои направления работы. Обзоры проектов, статьи, все это на журнале, и, соответственно, если вы хотите интересоваться жизнью сообщества, у нас есть формат журнала, можно подписаться, можно стать автором, ну, или читателем. В этом году мы начинаем, ну, продолжаем, скажем так, идею номинации, то есть на конференции мы будем отмечать наиболее успешные проекты, людей, команды, с тем, чтобы как-то, ну, некое духское соревнование, да, возобновить. Ну, и два последних – это мотивно-справочная поддержка. У нас сегодня будет рассказ о нашей идее, как все-таки объединить тему нормативно-справочной информации, то есть справочники и данные по оборудованию, как сделать так, чтобы ими можно было пользоваться вместе, да, соответственно, обогащая эту базу, ну, и, соответственно, получая от нее актуальную информацию в виде обновления справочников. Ну, все новости, понятно, будут по нашему портале, ссылки по почте. Привет! Я мультяшный робот «Простоев нет». Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР» «Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM». Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев. Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с ТАИР. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет инженерам ППР и специалистам по надежности, техническим директорам, директорам производственных систем и их заместителям, руководителям служб эксплуатации и ремонта, участникам проектных команд, развивающих систему управления ТАИР, менеджерам по автоматизации и управлению ТАИР, специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления ТАИР. Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения. Обучение идет пошагово. Вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов, рассматриваете примеры из практики, пробуете применять полученные знания. Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса, где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками. Курс проходит онлайн на нашей платформе СДО «Простоев.нет». Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР «Отпростоев.нет», которые реализованы в России и СНГ. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика, тестирование и вебинар обратной связи. А по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Обучение уже прошли более 1500 специалистов ТАИР из 300 производственных компаний. Переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса. До встречи на курсе!